здравствуйте друзья едем едем с утра на работу и вектор нашего движения как многие из вас догадываются это портнов компьютер school и я тут заметил что нас в сеть но в сетях разных поисковиках чаще ищут как школа портного или школа михаила портного мне это немножко странно я как-то всегда понимал что мы портнов компьютер school но вот как-то они связывают так не суть так что у нас сегодня вектор это школа михаила портного так интересно о себе в третьем лице значит что у нас тут произошло на сегодня понедельник такой небольшой отчете значит во первых аукцион старинных этих винтажных автомобилей который проходил в пэбл бич он вообще называется французскими такими словами я попробую произнести по-французски потому что я могу попробовать сделать акцент значит это будет конкур де элеганс конкур де элеганс вот этот конкур де элеганс наторговал на 400 миллионов долларов так вот шуточки значит я сегодня видел сюжет на bloomberg тв там хорош такой репорт был под нашим видео об этом деле там кто-то дал ссылку на подробнейший отчет часа на три видео отчет на ютюбе часа на три вот про эти автомобили я думаю там действительно и профессионально расскажут и покажут и все дела единственно что по-английски но тут уже дело такое и вот ну хотя бы посмотреть можно даже если не очень понимать значит что еще на торговали там очень много автомобилей выясняется сделанных когда-то под какого-то конкретного человека какой-то был там богатый богатый человек и для него сделали какую-то машину и 2 такой нет и никогда в истории не было вот это было для него а он еще сам по себе какой-то очень известный и там много коллекционеров больших ценителей то есть там когда-то там и шварценеггер что-то прикупал и там всякие знаменитости и так далее общем и сейчас тоже были люди и все это на очень живописном берегу там вообще гольфовые поля и так обрыв такой то не поставили это все на травке возле океана очень красиво там в общем здорово все кто интересуется может посмотреть теперь какие у нас еще дела а надо может быть камеру повернуть меня на себя давайте я камеру поверну немножко на себя так вот друзья поскольку камеру уже повернута на меня и вы можете видеть какой я красивый и нарядный то я могу раскрыть карты и сказать что я не случайно сегодня одел эту рубашечку потому что мы купили ее ну те кто наш смотрит регулярно ничего не пропускает могут знать что мы купили ее в стендпорт шоппинг молли когда бороздили этот мол вместе с натальей quick и она вот меня может сказать подбила на это приобретение она любит бренды всякие в общем короче я теперь вот такой брендовый тоже и значит это майка рубашка должна напомнить нам о наталье quick а наталья quick сегодня именинница не то что там сказки портам в стихах там нынче муха цикатуха именинница нет нынче у нас блогер из флориды из флориды из по-русски из флориды вот значит блогер у нас из флориды наталья именинница с чем мы ее и поздравляем тут на самом деле такой двойной как бы день день рождения юбилеев очень него не били но просто два дня рождения сегодня еще юля которая тренер по фитнесу из лос-анджелеса которая там значит шелтере того желат мужа уходила героическая женщина она такой произвела у нас фурор на нашем канале много людей не остались равнодушны кто-то значит красотой можно сказать внешним образом вдохновился кто-то пошел уже гантельки купил и смотрит значит как юля зарядку делает вот а кто-то ругался сильно ну в общем я хочу сказать что наталья quick тоже с юлей сделала интервью и хочу сказать что чувствуется что у нее канал женский по сравнению с нашим мужским потому что на нашем на мужском к юле совершенно так но можно сказать почти не цеплялись вот а вот на наташином на женском там была масса претензий то есть вот так наталье пришлось потом долго чистить вычищать вот так что я хочу сказать что мне на мужском даже как-то комфортнее показали девушку симпатичные все говорят девушка симпатичная никто не говорит посмотрите у нее тут вот там и здесь вот это вот нет у нас не такие люди что еще рассказать ну так из мелких событий я сейчас сижу и наяриваю резюме для онлайн класса он в принципе недавно совсем начался но поскольку люди уже даются там чего же делать так я уже и делаю и мы вчера даже уехали раньше из санта-крус я сидел в офисе хорошо в офисе когда никого нет знаете вот один ну там правда пришло там три студента позаниматься но это как бы они меня не отвлекают и вот сидишь и и пашешь и пашешь и пашешь знаете был такой анекдот свое время когда высмеивали так сказать обхихикивали студента мвту имени баумана что вот они очень много занимаются там чертят чертят и вот был такой анекдот значит что студент мвту имени баумана жене говорит пошел к любовнице любовницы говорит пошел к жене а сам залезет на чердак и чертят 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 вот значит и вот я так тоже вчера сидела резюме делал делал как бы энтузиазм масса дело хорошее то есть у нас там было девять уроков я сейчас там один урок веду в неделю то что еще два урока там у них проекты мобилки пошли это другой преподаватель ведет очень такая вот группка 125 человек не слабо мне пришлось подключить нашу анну из гугла чтобы она между занятиями там отвечала на вопросы как-то поддерживала так что вот друзья такой процесс у нас идет почему мы уехали ты санта-круз не потому что надо было резюме делать а уехали потому что жарко вот последние несколько дней жуткая жара стоит вот что у нас тут что в санта-круз обычно здесь жарко в санта-круз прохладненько океанчик там все дела а тут не получилось значит и мы если кто-то заметил мы поехали в хаффмунд бэй вот там где отель риттс карлтон мы вокруг него там гуляли почему мы туда поехали потому что там намного холоднее вот это место очень прохладно и в хаффмунд бэй даже по сравнению вот скажем с санта-круз который всего там на на час может быть там ну сколько там миль 40 вот южнее и тоже на берегу стоит но тем не менее вот и хаффман бэй намного более прохладный куда специально поехали так что если бы мы захотели в воскресенье вчера вместо того чтобы резюме делать если бы мы захотели пойти на автомобильное шоу мы бы там сильно подрумянились я скажу хотя тоже на берегу океана и в общем не то же самое что где-нибудь там на материке где со всех сторон припекает но но все-таки на форуме говорим про вес есть раздел называется партноб компьютерскую точнее там есть раздел про учебу а в разделе про учебу есть подраздел смена профессии и я там значит в принципе технически я как бы один из модераторов но я когда этот канал начался на ютюбе я уже просто физически не в состоянии редко захожу может быть 1 месяц там захожу и тут вот я зашел с утра и смотрю там они обсуждают то там как бы нашу ценовую там эту политику и сколько стоит чего стоит и что дорого и что там кто-то администрация аппетиты неуемные там найду меня там как у администрации ой что сказать значит помимо того что есть решение очень бюджетное там видео онлайн нового курса и есть решение просто бесплатное виде курса на русском языке который выучен и которым пользуется масса народу и и успешно находит работу я хочу сказать что так вот есть несколько забавных фактов вот в сравнении того что произошло с ценами за 20 лет когда мы школы начинали цена была 4000 вот как сейчас и тогда не было конечно интерншипов там все такое но в то время я снимал квартиру от у бедру такой хороший то бедру в кондоминиуме то есть там изоляция хорошая там вообще удобства всякие так далее просторную я снимал за 995 долларов в месяц 995 мы купили там квартиру в этом доме через некоторое время вот и там жили в этой квартире потом купили дом но квартира это сейчас такая квартира сдается за так рыночная цена три с половиной вот так квартира поэтому если вот 20 лет назад наш курс стоил 4 месяца аренды квартиры ту бедру в кондоминиуме то сейчас он стоит один месяц аренды квартиры поэтому как бы можно сказать относительно упала там четыре раза что еще сказать зарплаты вот тогда если человек получал 25 долларов в час это было круто это было круто ребята паша были такие кто и 15 и 18 и 20 а уже вот так 22 25 это было как сейчас там 40 45 долларов это было ну что то это было такое вы чего я был менеджером примерно вот те годы по тестированию у меня зарплата была там пятьдесят пять тысяч постоянно по-моему и там еще какие-то бонусы были там что-то к ним добавлялось это это не было исключительно 55 тысяч но ну 60 вот так это я был менеджером сейчас на 60 это ну даже трудно себе представить чтобы человек на рынке получил постоянную позицию на меньше чем 60 на контракте бывает но на постоянке нет вот тогда это был я где был целый менеджер и ребята которые меня работали они получали долларов 18 16 18 это были люди уже с опытом их перевели из техникал саппорта в этой компании и вот они значит за эти деньги у нас работу 7 прибавили так у них было может быть 13 там 14 долларов а потом добавили вот такое было время интересно так что да но тем не менее она сегодня также доступна в общем-то по цене как и тогда нас на самом деле то есть я понимаю что когда человек живет здесь и у него другое измерение денег а когда он приезжает откуда-то я про доступность говорю про новичка а когда ты приезжаешь откуда-то и ты думаешь 4000 ты и ты не говоришь 4000 это месяц жизни там семьи которые снимают там ту бедру квартиру куда он 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 не так думает он думает 4000 это вот и в каких-то категориях которые у него там то можем там три года работать чтобы столько заработать вот у нас такое было я когда увидел первую баночку пепси там но мы только приехали в нью-йорке еще был я думаю сейчас куплю баночку пепси она стоила доллар это было где-то в таком месте где подороже я думаю доллар тут же у меня умножается на 20 20 рублей тогда вот был такой курс я даже увы так и не взял вот но в общем да а тогда знаете еще что так даже люди не могли продать квартиры за такие деньги даже когда уже стало можно продавать квартиры не было таких цен как сейчас то есть я даже я думаю что сейчас это более доступно даже чем тогда хотя по всякому вот нас нас доступность на самом деле волнует потому что у нас постоянно есть предложение или как бы такие высказываются вещи что давайте поднимем еще цену давайте еще поднимем а давайте будем их учить не три месяца шесть соответственно она будет стоить больше вот и просто будет меньше возни будет больше хороших интерншипов да там как бы общее количество сократить студентов а сумму оставить той же например и конечно так удобнее но честно говоря мне не хочется я я не вижу почему надо больше времени тратить и больше денег тратить на то чтобы достичь в принципе того же результата то есть мы мы конечно больше склонны я лично больше склонен к тому чтобы отбирать тех кто в состоянии выучиться и и чувствовать себя как бы ну хорошо что он вот что такое хорошее в жизни сделал попав нам но самый самый сложный контингент здесь это вот те кто вчера приехал кто самолета сошел потому что они должны перестроиться чтобы они должны понять местную цену денег понимаете это уходит время не быстро происходит поэтому они даже не понимают вот им ты можешь дать ему там я не знаю ворох всего и он говорит как и вот это все за мои вот эти вот миллионы там и тогда то есть как бы им сложнее оценить то что мы делаем нам гораздо больше энтузиазма для нас когда люди пожили в стране пару-тройку лет когда они поняли почем трудовой доллар вот и тогда они к тому же попадают и и балдеют понимая вообще что тут происходит ну дело такое но в принципе нас и не так и много и не так и много людей которые только-только-только с самолета в общем в общем то совсем немного еще у нас есть доналд трамп который уже настолько привык там шоу-менить что он вот шоу-менит теперь на другой площадке на более такой обозреваемый популярный он теперь шоу-менит в качестве кандидата в президенты вот республиканской партии приводя в ужас руководство этой самой партии да он знаете мне кого напоминает был такой американский шахматист бобби бобби фишер роберт фишер он насколько я помню в 15 лет стал чемпионом мира а тогда все это захватил маска доминировали советские гроссмейстеры в шахматах и вот этот бобби фишер стремительно ворвался а дальше он начал куролесить у него там вообще масса всяких дел с этим связано ну кто постарше помнит а кто помоложе может почитать и вот этот бобби фишер он поднял шахматы на уровень бокса по уровню интереса со стороны граждан потому что ну кого раньше интересовали шахматы но сидит там пару евреев там и что-то с умным видом там очки на носу и что-то они там передвигают ну и что вот а тут понимаешь такое значит и сразу все увлекались и обсуждали там на той стороне на этой стороне там еще что-то а потом еще была история с виктором корчным который значит там убежал в швейцарию и тоже оспаривал там титул чемпиона с карпом то есть шахматы вообще взлетели это стало таким но политическим это там как я там давай россия давай давай вот они также там богу вот и сейчас доналд трамп вот примерно то же самое делается выборами соединенных штатах он очень веселит публику некоторые с ужасом там какие-то его высказывания там цитируют копируют и мне ночь пересылают чтобы я высказался вот он часто на днях про нелегальную миграцию сказал что все кто есть депортирует там постоянно муссируется вопрос что вот семьи разрывать есть такие семьи где кто-то уже легальная кто-то не очень легальные вот значит если депортировать тех кто семьи разрывается и на что он сказал мы семьи разрывать не будем пусть все уезжают то есть мы заставлять не бы кто хочет семью сохранить значит пусть едут все вместе мы уважаем таскать семейные ценности на той стороне забора а он еще дальше сказал что мы мы с построим забор большой вдоль мексиканской границы и заставим мексику заплатить за этот забор потому что это они все значит сознательно делают чтобы тут за наш счет там поживиться что на самом деле правда чисто чистая правда вот они там еще бумажки раздают такие памфлеты людям значит как нелегальный иммигрант может в америке значит там получить чего там по разным программам то есть им полную информацию дают как как поиметь значит американского налогоплательщиков и так далее это это все правда большие деньги мексика на этом деле зарабатывает но на переводах денежные другое дело что и в экономическом смысле нельзя сказать что соединенные штаты как бы бизнес идины шатов пострадал наоборот но общество страдает безусловно безусловно то есть как бы если положить на чашу весов значит экономическое вот это вот и социальное на что тратится государство получается что зарабатывает очень маленькая группа людей а тратится вот всем миром вместо того чтобы эти люди которые нанимают чтобы они бы налоги и платили и уже на эти налоги бы тогда было бы медицина я пишу образование все остальное что получают нелегальные мигранты в этом есть конечно большое злоупотребление вот но не суть дело дело не в в том что он это все так эпатажно отрабатывает и такая клоунада шикарная ну посмотрим во всяком случае избирательная кампания пошла смысл ее в том что кандидаты с одной стороны они как-то должны вырасти потому что в общение выступления это это им дает какой-то потенциал роста может быть не на этих выборах на следующих может быть через выборы но таким образом люди как бы дозревают лидеры партии дозревают до этого уровня партия имеет возможность посмотреть на на своих лидеров или не лидеры поле кто эти люди и как-то определить опять это не обязательно на выборы текущие то может быть через какое-то время так народ обычно не очень смотрит за этим за всем только может какие-то сильно политизированные которых уже там какие-то детали этого всего волнует вот а тут уже трамп он чем он пугает руководство партии дело в том что республиканцы пытаются развернуться в сторону вот латинос чтобы получать голоса латинос тоже потому что в общем то не то чтобы у них совсем с этим плохо но как бы ухудшение заметное последнее время и трамп со всеми этими делами а он сейчас технически технически по опросам является как бы лидером это ничего не значит на самом деле но вот как бы он является лидером и вас и ключи в некоторых штатах является лидером и вот он значит подставляет как бы республиканцев потому что те кто пытается на этом отыграть свою карту демократы всякие они тут же говорят да все они одним миром мазаны и там и так далее вот при том что я напоминаю вам что то реформа иммиграционная которую сегодня пропагандирует там продвигают демократы эту же самую реформу они в 2008 году ее хотел сделать президент буш вот-вот буквально вот то же самое хотел сделать но они ему не дали демократы ему не дали не поддержали и заблокировали он не стал декретами проводить как тут некоторые пытаются сейчас президенты год монеты нет а значит так что время идет позиции меняются иногда на прям противоположные в общем друзья я с вами подежурил немножко по стране по калифорнии по портмах компьютер скул и прибывший на место отправляюсь для прохождения дальнейшей службы